И всем привет, ребят, с вами Стреланки, с вами записываем новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас на обзоре один интересный корпус, который с вводом нового обновления с овердрайвами на прошлой неделе вернулся в старую интересную контентовую мету, вы знаете, что сейчас у нас уже Викинг находится в довольно плохом балансе с точки зрения овердрайвов, Диктатор также поднерфили в этом плане, но один корпус, о котором мы сегодня поговорим, вернули в старое русло и он должен показывать очень хороший результат за счет своего овердрайва, я именно говорю про корпус Крусейдер и про его сосульку, которую сделали до 3000, если я не ошибаюсь, урона, вернули в старую мету и сейчас, как по мне, этот корпус может показывать очень и очень хороший результат, поэтому мы сегодня отправляемся в матчмейкинговые катки, одеваем сразу же Крусейдер, Твинс у нас с тяжелым плазмометом занерфили, соответственно у нас остается одна из лучших только комбинаций, да, то есть если у нас было две их, то теперь у нас по сути есть только одна, но одна очень и очень плотно жесткая комбина, это Крусейдер и Вулкан, Вулкан с адреналином и Крусейдер, конечно же, с иммунитетом от поджога, чтобы у меня танк не горел, также мы меняем Кризиса на Бустера, Бустер у нас, к слову, тоже занерфили, но пока мы по этому поводу особо говорить ничего не будем, просто отправляемся в матчмейкинговые бои, сыграем два боя, один бой в контроле точек, второй бой в ТДМке и посмотрим, насколько же жестко будет работать Крусейдер сейчас, и что же на самом деле лучше использовать в матчмейкинге после всего этого изменения в балансе. Запикивать нас на довольно-таки хорошую карту для Крусейдера, это Магистраль, здесь можно отправиться на контроль уражеского спауна, ну и наша задача сделать как можно больше киллов, мне даже самому интересно, сколько на этой комбине сейчас можно дать, и сколько киллов из этого общего количества будет набито за счет непосредственно сосульки, которую сейчас апнули, и с бустером мне кажется, что сейчас должны постоянно залетать ваншотики. Так, накоцал я уже двух или трех типов, но киллов у меня до сих пор не было, первый килл есть, вулкан еще чем хорош, тем, что вы постоянно можете получать пять очков с типов, даже там, ну просто чуть-чуть покоцали их, и уже пятерочку свою зарабатываете. С Крусейдером я относительно, наверное, недавно записывал видосы, но тогда он находился немножко в другом балансе, сейчас его бустанули, и я решил, что стоит его еще разочек рассмотреть, что же изменилось в лучшую сторону, он как бы и так находился в неплохом балансе, да, но в связи с тем, что у нас есть определенные комбинации, которые нерфятся, а Крусейдеру насапнули, я принял решение, что надо его еще разочек посмотреть, и убедиться в том, насколько же жесткий он стал со своим овердрайвом. Что касаемо накопления овердрайва, довольно быстро работает все это дело, у меня до сих пор два всего лишь килла, но уже 105 очков, и уже почти мы приблизились к первому месту в катке, у меня есть сосуля, сосуля, но я не знаю, куда ее лучше стоит вкинуть, а, кстати, наверное, даже лучше мы пойдем второй бой не ТДМ, а мы пойдем второй бой в, ой, блин, поторопился чуть-чуть, пойдем лучше в осаду, мне кажется, в осаде, как раз-таки там будет кучковаться очень много оппонента, и у нас будет отличная возможность нанести большое количество урона за счет своей сосулички. Так, ну пока по киллам я вам скажу, что не так много, очень много накоцываю типов, но добивать не добиваю, все-таки тут у нас тоже ребята стараются, и где-то, где-то, что-то, что-то киллы у меня забирают, но вроде как уже даже тут более-менее пошло дело. Так, сколько у нас уже киллов? Восьмерочка есть, 8 на 1 иду, хорошее начало боя, при том, что у нас прошло всего лишь 3 минуты, плюс там подпик был не самый быстроранний, там вроде уже сотка была у первого типа, но уже я его догоняю, и теперь посмотрим, насколько сильно я смогу оторваться. Здесь, скорее всего, наверное, будет у нас досрочка в бою, но контентовая метовая тема должна меня даже с досрочкой выводить на первое место. У нас, я смотрю, что тоже вулкан есть, накидка урона плотная по оппоненту присутствует, а резистов от вулкана всего лишь 2, да, 1.50, 22 и вообще, я бы сказал, что можно не считать за резист, по сути, наверное, даже только один резист у противника есть. Так, по овердрайву, что у нас по овердрайву? 92%, сейчас попробуем где-нибудь хорошо дать. Единственная, наверное, проблема в том, что сейчас особо сильно там респ не поконтролишь, да, то есть за счет того, что это очень долгий этот нулевой урон, лучше играть где-то в средней зоне и ждать, пока противник сам к тебе приедет, потому что контроли вот этот вот респаун, флузинг, так, есть у него иммунитет? Нет, у него нет иммунитета, тогда мы сразу пробитие наносим, отличное контентовое, но, к сожалению, не сумел я быстро его добить, меня тоже целили. Так, 300 очков, 12 на 4 идем мы, неплохо, неплохо, не сказать, что супер-мега круто, конечно, но неплохо, неплохо. Здесь, как я уже сказал, по пятерочке очень много очков, у нас идет дополнительного заработка, даже если я не убиваю, типа, то свою пятерку я, как минимум, зарабатываю с каждого оппонента, потому что просто наношу хотя бы чуть-чуть урончика по нему, и даже если кто-то там добивает, то свои очки я, конечно же, забираю. Викорик отличный овердрайв прожимает, но урон очень плотный, прям очень плотный урон. Здесь очень много теперь смог с Эмми играет у нас в матчмейкинге, стараемся его слить, хорошо, уходит оппонент, но мы 14, ой, 14, говорю, 40 на 9 ведем, до сих пор я не могу обогнать первое место, первое место играет с прорезийными снарядами на вулкан. Прорезийные снаряды, вот видите, хоть даже молодой килы особо много не делает, но вот видите, эти пятерочки с каждого типа он зарабатывает, и за счет этих пятерочек может держать это первое место в бою. Очень рабочая тема, в общем. Нанос просто урона по оппоненту, без даже добивки, и отличный заработок. Тумми, так, пробуем сейчас реализовать овердрайв, куда-нибудь вот здесь котлетку кинем свою, оп, хорошая залетела, и сразу победная, да, то есть 6 минут у нас бой длился, 480 очков я сумел накидать, 21 килл за это время, это очень хорошо, очень великолепно, но, к сожалению, досрочкой, поэтому, как итог, ну, тяжело сказать, тяжело сказать, сколько там можно было бы дать, но, наверное, там какие-нибудь 60 за полный бой можно было бы накидать, и в сумме хорошечно заработать. Сейчас хотелось бы, чтобы нас закинуло на довольно-таки крутую осаду, где у нас противник будет ехать и контролировать точку, и там вот уже пойдут, я думаю, что очень интересные движения. Ну, ждем, пока нас закинет, что пока под пика нет у нас. Ну, я думаю, что если сейчас будет что-то хорошее, то... Крусейдер должен показывать максимально качественные результаты, я уже много где говорил, да, то есть если сейчас сравнивать средние корпуса, Хантер, Викинг, ну, Викинг я вообще даже не хочу говорить, Викинг вообще абсолютно не какущий, да, то есть если сравнивать, например, Хантера, сравнивать Диктатора, Викинга, Паладина, да, то есть всех средних корпусов, то Крусейдер сейчас смотрится наиболее симпатичнее, и, как по мне, с ним можно дать намного больше плотного урона, и, как итог, заработать все больше очков, заработать больше кристаллов за бой. Есть у нас сейчас уже первая точка, и я вижу, что противник так очень плотненько стоит на респе, отличная карта вообще для контроля здесь спауна, и я вот давайте попробую, наверное, чуть больше выдвигаться именно вперед на вражеские респы, и с этих респов стараться накидывать. Ну, правда, у нас точку тоже надо немножко подконтроливать, чтобы мы тут не проигрывали, да, такой боёчек. Респ овердрайв не проживает, хорошо. Ну, давайте сейчас через лево разыграем, попробуем забрать, и потом сразу на контроле респауна. Уже 6 киллов я дал, офигеть, за 1 минуту 6 киллов, шикарно, просто великолепно. У меня есть еще и сразу овердрайв появляется, за 1 минуту овердрайв накопился. Вот, вот, вот вам корпус, на котором копится быстрый овердрайв, и не нужен вам никакой викинг. И киллов вы с него можете дать примерно столько же, сколько с викинга овердрайва, только тот копится 5-6 минут, но если вы там играете, то ладно, у вас там может быть 4,5 минуты бьете киллы. Но сути дела не меняет, да, то есть вы там с него особо много киллов по итогу не дадите, да. И здесь эту сосульечку можно сразу же быстро прожимать, новую накапливать и опять накидывать урончик. Ну вот просто так, бах, туда ему в голову эту говяжью, и все. И копишь сразу следующий. Один кельчик есть. А если противник еще и в куче стоит, то там сразу по нескольким пробития нанес, урончику дал, и все, и добил. Вот сейчас еще овердрайв в центре падает, можно еще его законтролить, если у меня сейчас мамонт его не отожмет, то будет вообще супер. Ну ладно, забирает мамонтила, овердрайв сам прожмет. Зачем он овер забирал? Гений игры. Он забрал овер, чтобы его не реализовать. Так, противник может забрать точку. Четыре резиста уже от вулкана. Сразу здесь уже видно, что противник понимает, что его нагибает. Вулканчик. Но я сказал, что особо резист, я думаю, что этим ребятам не поможет. Можно и даже и так будет сейчас все это дело качественно реализовать. Диктатор, давай-ка овердрайв. Овер, 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 овердрук. Нажми овер. Зачем ты подбирал? Хорош, красавчик. Крита хороший, урон плотный, залетает. С разворотикой еще чуть-чуть критового урона успел я накинуть. И точку мы должны, по идее, здесь захватывать. У меня еще и Зиду успевает вылечить очень хорошо. У вас по бомбе. А, не, у вас по бомбе нету. Тоже отлично. Гаусс какой-то только плотно накидывает. Нам надо точку эту захватить. Нам надо обязательно ее захватить. И Зиду было бы неплохо сейчас слить вообще. 88% овердрайва у меня уже имеется. Здесь уже купол пропадет. Нам бы либо захватить, либо противника всех слить. О, все хорошо. Захватка есть. Так, овердрайв у меня тоже имеется. Расходку мне постоянно кто-то пытается отключать. Но я думаю, что это не особо такая большая проблема. Так, мы добиваем одного. Добиваем сразу второго. Можно было бы на него, конечно, овердрайв потратить. Но вы видите, сколько в тик летит урона с этого вулкана. Вы просто посмотрите эти цифры бешеные. Сразу по титану хорошую плотную 3600 накидываю. Стараюсь быстро снизу викинга одного забрать. На второго сразу переключаемся. Его, к сожалению, быстро так не смогу слить. И Зида меня не вылечивает. Но 19 килов, друзья. 19 килов за 4 минуты. 19 килов за 4 минуты. Вы хотите сказать, что что-то вам даст больше килов? Да, не даст вам больше ничего килов. Ну, не даст. Ну, вот поверьте мне, не даст. Ну, просто не даст. И сейчас я еще пойду на контроль респаун вражеский. Пока там типы стараются что-то, что-то захватывать, отхватывать. Сейчас мы еще здесь килов подберем чуть-чуть. Чуть-чуть килов. Ой, вика, рельсы. Увердрайв хороший прожимает. Ну, мы свои пятерочки точно с этих типов забрали. Под точку, под контроль я не успеваю, наверное, уже, да? Или успеваю? Видео, как там кто-то что-то пытается держать. Да, оппонент придерживает немножко периодически точку. Но, вроде как, тиммейты заберут. 22 кила у меня уже. Хорошо, хорошо. Захват будет. Супер. Мы ведем уже 4-0. Но это тоже на досрочку катка. На хорошую, быструю досрочечку. Изиск, к слову, ну, я бы не сказал, что особо сильно спасает здесь, ребят. Здесь, по большей части, оно может спасти броненосец, да. Но рез так себе, так себе, так себе. Так себе поможет вам от вулкана. Получше, конечно, чем от твинца. Уж от твинца критов больше. Но и то. Даже здесь вы видите, сколько критических выстрелов влетает. И сразу быстро ищите титана на 3-400 насаживаю. Вот это хорошая темочка. И, как я уже говорил раньше, это вооружение очень-очень сильно забустило то, что теперь бустер работает как пассивный овердрайв с ддшки, да. То есть пассивный урон. Этот момент очень сильно помогает такому вооружению. И, может быть, даже можно попробовать будет использовать с кризисом эту комбину. Но почему-то с кризисом, мне кажется, что где-то хп будет просто не хватать. Здесь у тебя как бы и да, и дд работает сразу одновременно. За счет этого у тебя больше возможностей. Но у меня уже 33 килла, ребят. 33 килла за 6 минут. Вы хотите сказать, что это мало? Я вам скажу, что это очень и очень приятно. И очень и очень много. Вас бы залагал. Думал, сейчас я по нему урончика тут нанешу. Нормально. А он залагал. Не, ну типы начинают прямо бежать. Они прям не знают, что делать. Просто не понимают, что робить. Что робить против этой комбины? Да я сам бы не знаю, что делать. Что делать, когда вот так просто вот... Просто едут и уносят. Давайте, хорошую. Туда, торпеду. По своему тиммейту, правда, дал торпеду. Надо сейчас титанчика слить. Не знаю, почему по викоизиде не идет. Сразу залетает все по титану. По викоизиде ничего не летело. Так, титана мы тоже забираем. Отлично. Двух оппонентов контролируем. Шафт на прицеле меня держит. Это чуть-чуть урона он там попытался нанести. Но этого явно мало. Стая точка должна быть под нашим контролем. Два гауса мне отключают расходку. Изида пытается лечить, но не успевает. Точку проконтролирует титан. Или она улетит. 40 киллов. Да, улетает она. Но даже если честно, можно было бы попробовать сыграть полную катку в этом бою. Посмотрите, сколько я смогу набить киллов. За этот бой. Почему-то мне кажется, что здесь очень много можно дать. Ну, тут скорее всего не будет, конечно, полной катки. Противник какой-то никакой ущипч. Очень легко его здесь уносить. Но, боже, как же это работает жестко. Как же жестко это работает. Станк тут что-то понизу катается, кого-то контролирует, пытается. По 200 в тик. Как вам урон по 200 в тик? Когда у меня 0 хп. Нормально? Или мало, хотите сказать? Это очень жестко. Очень, очень жестко. За полбоя 900 очков. Здесь 1800 можно было бы дать. Если бы у нас... Там, вернее, если бы у противника команда была поинтересней. И они бы сопротивлялись, не давали точки нам захватывать. Просто мы сейчас уже шестую захватим, скорее всего. Шестую захватим. И шестую уже. Уже одна точка и победка. Противник пока что пытается что-то здесь контролировать. Я пока быстренько гауссов уношу. Так, сейчас можно какую сосулю... Ай, вниз не пошла, да? Неприятно. Не пошла. А что она так не пошла? Не знаю. Так, ну мы шестую захватываем. 6-0. Великолепный результат. Великолепный результат. И сразу на пушинг респа. Отправляемся. Окей. Еще одного типа забрал. 1030. 47 килов. Шикарно. Шикарно. Просто шикарно. Давайте еще попробуем сейчас что-то покидать. Центральная, кстати, точка у противника. На ее контроль больше всего возможностей. Попробуем забрать его аспа. Но его кто-то добивает. Хантер отправляется на централочку. На контролейшн коммуникейшн. Так, там еще шафт из Титана. Танак купол, да? Да, ну противник, ладно, противник. Здесь больше шансов имеет на захват. У нас вообще по киллам у второго места 2 килла. На изитки чел играет. 2 килла у типа нормально. У него 2. У меня сколько? У меня чуть больше. Пазбом выкладет. Неплохо к стебаму положил. Хорошая работа. От него. И хориофриз тоже. Борются, ребята, борются. Может быть, даже и получится здесь сыграть полную катку. Если получится сыграть полную катку, это будет очень и очень хорошо. Тогда мы сможем проказать свой максимум. И это будет супер. Максимальное количество очков за такой бой. Это то, что нам надо. Это то, что нам может помочь. Так, было бы неплохо сейчас где-нибудь прожать свою торпедку. Хорошую. Наношу хоть и не такое большое количество урона. Для того, что гаусс отключает мне постоянно расходку. Но все равно это хорошечный результат. Так, ДАшку. ДДшка у нас и так уже работает. Хорошо. Минка работает против Изиды. Здесь было бы неплохо еще поверху накидать по пассажирам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 1200. 1205 минут. Давайте попробуем на 1800-очку пойти. Если пойдем на 1800 и получится, будет вообще супер. Так, у Титана Купол. У Титана Купол работать не будет. Потому что у него пробитие. И сейчас вот как раз таки торпедочку можно было на 3 килла дать. Торпеду на 3 килла. Но все типы слились прямо перед самым важным моментом моим контролинга. Так, уезжаем с Купола. Подъезжаем чуть назад. Но меня все равно хавают. 57 киллов. 57 киллов. Вот это результат. Вот это я вам... Понимаете, вот что такое Крусейдера Ултан? И вы после этого играете на викингах, играете на каких-то еще других корпусах, которые не в мете, да? Когда у вас есть просто топовый корпус. У меня вчера даже на стриме молодой человек заходил, спрашивал, какой корпус брать там, викинга брать. Я говорю, какой викинг? Ну какой викинг? Какой может быть викинг? Викинг вообще полная шляпа. Но он вообще никак не тянет. Но от него толку ноль. Просто ноль. Вот тебе комбина, которая просто уносит все, что движется. Просто все. 62 килла 1300 очков за 3 минуты до конца боя. Вы хотите сказать, что это мало? Это нереально жестко. Просто нереально жестко. Так, сейчас бы мне бы еще бы овердрайв бы. Я бы как бы дал бы эту торпеду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно было бы там так сейчас киллов дать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 95. Блин, все опять уничтожились. Все слились. Ай, обидно. У меня как раз овер появился. Сейчас бы как бы дал бы эту торпеду красивую. Так, вот там вот хорошо титанчик проезжает. Купол ставится. Давайте такую какую-то плюху даем. Хоть кого-то, чтобы забрать. 66 килов. 1400 очков. У нас 3 минуты еще есть. Я хотел на сколько? На 1600 пойти? На 1800. На 1600 или на 1800 вроде как хотел. 1800 тяжеловато здесь будет пойти. Но пробовать надо, пробовать надо. При любом раскладе. Ай, Хантер опять стопит. Центральную точку, конечно, противник борется. Прямо за нее конкретно. До 80 килов дотянуть можно? В теории, наверное, можно. Пробитие здесь наносят. Хорошо. Накидочку начинаем. Разбивать свою тогда быструю. Быструю-быструю-быструю-быструю накидку. По пятерочке там уже на всех точно было. На всех по пятерочке. Оп, еще кильчик. Оп, еще добавки. И меня кто-то уносит. 70 килов. Почти полторушка уже. Полторушка и 2 минуты. Давай-давай-давай-давай-давай. Надо-надо-надо-надо. Еще чуть-чуть. Надо еще чуть-чуть. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Еще урончик. Так, титан. Сейчас вот этот купол, который поставит вражеский титан, я его должен просто сбить. И как раз под этот контролинг мы должны отжимать центр. Либо вообще не отдавать и заканчивать эту катку. Но если мы сейчас закончим, я, конечно, до своего супер-мега-крутого рекорда не доплыву. Но, но-но-но. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо. И точку. И точку. Минута 20 до конца была. Точку я подконтролил. И сколько? Почти 1600. 74 килова. Это катка на 80-ку. И на, ну, где-то 1700 очков. Где-то на 1700 очков. Вот вам, друзья, вот вам комбинация. Вот на чём надо играть. Вот вам корпус, который бустанули. И с которым теперь с сосулькой можно просто ваншотать типов. А если вы их не ваншотаете, то вы наносите по ним очень плотный и большой урон. Я не знаю, что добавить. Ну, не знаю. Не знаю, что вам добавить. Не знаю, что вам сказать ещё по этому поводу. Да, ну, вы, наверное, всё сами видели. Наверное, всё сами видели. И сами всё понимаете, насколько же жёстко эта тема работает. И не знаю. Не знаю, что добавлять. Не знаю. Просто не знаю. Берите. Катайте. Нагибайте. Разваливайте. Вам не нужен никакой викинг. Но не нужен он вам. Не нужен. Хантер можно ещё, конечно, попробовать посмотреть. Паладина можно посмотреть. Но всё равно. Такого результата. Какая-то комбина. Вряд ли вам даст какой-то ещё другой корпус. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.